Типичная картина для обеденного времени. В самом сердце инвестиционного ресторана на кухне суматоха. Повара и кулинары еле успевают вдавать блюда в зал. Шеф-повар ресторана Сергей Резников, хоть и в деловом костюме, тоже принялся помогать персоналу. Пока на кухне все суетятся, столики в ресторане продолжают занимать инвесторы. Какое блюдо сегодня самое популярное в инвестиционном ресторане? На сегодняшний день, так как Кубань является житницей, самое популярное блюдо, которое мы приобрезли два года назад и третий год мы его продаем. Это козленок, который мы делаем в особых травах, с особыми кубанскими специями, который пользуется популярностью. Люди, которые приходят, вспоминают его, как они ели год назад, как ели два года назад. На сегодняшний день мы предложили новинку. Это котлеты из азовской щуки, которые пользуются не меньшей популярностью, чем наш козленок. Вино, фермерские сыры и свежие только с грядки фрукты. Все с кубанским колоритом. Такие инвестиции со вкусом в ресторан приходят попробовать с целыми делегациями. Кстати, прославленного козленка решили продегустировать и гости из Словакии. Параллельно с этим на площадках форума деловая жизнь набирает обороты. График губернатора Кубани сегодня был расписан буквально по минутам. Так, Вениамин Кондратьев встретился с главой Сбербанка Германом Грефом, чтобы обсудить дальнейшие пути развития особенно важных направлений для региона. Подписания и соглашения шли друг за другом. Одно из них касается благоустройства Геленджика. Документ, в котором сегодня свои подписи поставили губернатор края Вениамин Кондратьев, мэр Геленджика Алексей Богодистов и директор Единого института развития в жилищной сфере Дом РФ Александр Плутник, фактически подразумевает комплексное развитие курортного города. По мнению Вениамина Кондратьева, благодаря этому соглашению Геленджике можно будет говорить как о всесезонном курорте. Набережные обновят и даже увеличат ее протяженность. Также в городе появится новый парк. Соглашение о благоустройстве подписано в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Центральным событием этого дня, как, впрочем, всего экономического форума, стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Глава государства остановился на проблемах мировой экономики. Выступление российского лидера также не обошлось без темы реализации национальных проектов. Наша задача в ближайшие годы не только войти в пятерку крупнейших экономик мира. В конечном счете это не самоцель, а только средства. Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей. Исходя из этого, мы сформировали и национальные цели по росту экономики и доходов граждан. Сокращению бедности, увеличению продолжительности жизни, по развитию образования и здравоохранения, сбережению окружающей среды. На решение этих задач направлены национальные проекты, которые мы реализуем. Путин призвал власти на местах активнее привлекать частный капитал в нацпроекты. По словам главы государства, реализовать эту просьбу можно, пользуясь разными механизмами. Набранный высокий темп экономического развития Кубани привлекает бизнес, и здесь нужно идти навстречу. Именно поэтому создаются дополнительные стимулы для привлечения инвесторов. С давним зарубежным партнером края, заместителем председателя совета, учредителей концерна КЛААС Катрины КЛААС, глава региона встретился на площадке Петербургского экономического форума. Этот саммит знаковый для компании. Именно здесь три года назад был заключен первый в стране специнвестконтракт. Благодаря ему класс успешно развивается на Кубани. Вениамин Кондратьев отметил, что в прошлом году компания, как российский производитель сельхозтехники, получил более миллиарда рублей субсидий. Губернатор обратился к руководству компании с предложением открыть серийное производство тракторов, в том числе малой и средней мощности. Такая техника востребована на российском рынке. Мы уже говорили, еще раз хотел бы сказать о том, что нас сегодня интересуют тракторы малой и средней мощности, которые очень нужны сегодня агропромышленному комплексу нашего региона, нашим сельхозтоваропроизводителям. Около 70% тракторов ежегодно в наш край приводятся из других стран, различных стран. Но мы бы хотели иметь очень надежного партнера по производству тракторов малой и средней мощности в нашем регионе. Естественно, как и по принципу сегодня комбайнов, соответствующим обслуживанием техническим и гарантией того, что производитель этих тракторов здесь, в нашем регионе, что позволяет нашим сельхозтоваропроизводителям делать выбор в сторону компании Кла, что касается комбайнов. Да, у нас есть планы по расширению производства, по привлечению в дальнейшем инвестиции, и мы заинтересованы во внедрении новых продуктов. Такими планами делятся и другие инвесторы. Кубань все чаще становится площадкой для открытия новых производств крупных международных компаний. К слову, в прошлом году регион продемонстрировал большой рост по иностранным инвестициям, которые увеличились в четыре раза.